МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас на телеканале Убнинск ТВ. В эфире программа новости. Поговорим о событиях города и региона. В студии Дарья Человекова и Георгия Розуваев. Вот о чем наши журналисты расскажут сегодня. На заседании регионального правительства был рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы. Митинги в честь 81-й годовщины освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков прошли в Убнинске. В музее открылась выставка 120-летию Елизаветы Александровны Чернявской. Сразу три юбилея отмечает в этом году Театр имени Веры Петровны Бесковой. На заседании областного правительства, которое сегодня провел Владислав Шапша, был рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы. Губернатор отметил, увеличился объем промышленного производства, развиваются сельское хозяйство, строительство, торговля, сфера услуг, сохраняется высокая инвестиционная активность. Прогноз представлен был в двух вариантах – базовом и целевом. Базовый отражает основные тенденции развития экономики в условиях санкций и с сохранением основных направлений развития. Целевой предполагает реализацию комплекса мер, усиливающих динамику развития экономики региона, рост инвестиционной составляющей, долгосрочные структурные изменения. Например, рост волового регионального продукта в 2025 году прогнозируется 2,2% в базовом варианте и 2,8% в целевом. В 2026-2027 годах прирост ВРП составит от 2,5% до 3%, это базовый сценарий. В номинальном выражении объем ВРП по базовому сценарию в 2025 году оценивается в 928 млрд. рублей, к 2027 году увеличится на 111 млрд. рублей. В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост населения, положительная динамика роста промышленности в среднем более 5% ежегодно. Объем отгруженных товаров составит в 2025 году 1,234 млрд. рублей. Динамика роста ожидается в производстве транспорта, лекарств, химического производства, бумажных изделий, обработки древесины. Это обусловлено наращиванием производства и выходом на проектную мощность предприятий, которые реализуют крупные инвестпроекты. Положительная динамика объемов производства прогнозируется в 23 районах области. Обнинск, Калуга и Боровский район покажут наиболее значительный рост. В 2025 объем инвестиций по базовому сценарию возрастет до 149 млрд. рублей. Темп роста 6%. В среднесрочной перспективе наибольшие объемы инвестиций направят на проекты Калуги, Обнинска, Боровского, Людиновского, Бабынинского, Дзержинского и Малоярославецкого районов. Выпуск сельхозпродукции в 2025 году прогнозируется в размере более 101 млрд. рублей. Это 4,3% к предыдущему году. Стабильный рост сельского хозяйства ожидается в среднесрочном периоде. В строительной сфере объем работ в 2025 году составит около 95 млрд. рублей. И в основном речь идет про Калугу, Обнинск, Боровский и Малоярославецкий район. Положительную динамику обеспечит приток инвестиционных ресурсов в экономику региона и увеличение строительства зданий промышленного назначения, социальных, транспортных и инженерных объектов. В среднесрочном периоде ожидается рост показателей деятельности малого и среднего предпринимательства. В качестве фактора улучшения предпринимательских и потребительских ожиданий назвали и стабилизацию уровня инфляции. Губернатор отметил, что прогноз ориентируется на показатели, необходимые для достижения национальных целей развития. В нем учтены ситуации в экономике региона и перспективы развития ведущих отраслей. 17 сентября – значимая дата для Калужской области. 81 год прошел с момента освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. Более 250 тысяч солдат Красной Армии погибли, защищая свою малую родину. В ходе оккупации были убиты, умерли от болезней и лишений тысячи мирных жителей. Память о тех страшных событиях жива. Сегодня в Обнинске прошли митинги, посвященные годовщине освобождения нашего края от врага. Война пришла на Калужскую землю в октябре 1941 года. И лишь через 715 дней враг был выбит с территории области полностью. Самое известное из сражений произошло в сентябре 1943 года, когда освобождался Куйбышевский район. Тогда 18 добровольцев смогли прорваться через вражеские позиции, захватив важную в тактическом отношении высоту. Фашистское командование бросило против них несколько пехотных подразделений. В результате сражения из 18 человек в живых остались двое, но удержали ту самую безымянную высоту. Подвиг воинов Калужан чтят и сегодня. На Вечном огне состоялся митинг. От всей души поздравляю с 81-й годовщиной освобождения территории Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня здесь, в Вечного огня, мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу защитников нашей Родины. Ильинские рубежи, Зайцева гора, Гнездиловская и Безымянная высоты стали символами мужества и героизма наших солдат. Мы склоняем голову перед их подвигом. Вдумайтесь в цифру 715 дней. Так долго вражеский сапог топтал нашу родную землю. На Калужской земле было все. Она познала все тяготы войны. Враг наступал, активно наступал. Шли тяжелые бои за то, чтобы не отдать Москву. Враг подошел к самому сердцу нашей Родины. А дальше уже наши войска погнали врага. На Калужской земле было все. И партизанское движение, и наша молодежь подпольное движение организовала. Это было очень активное движение. Но враг не отдал Калужскую область сразу. Начались жестокие, кровавые бои. Зайцева гора, Безымянная высота. Это те места, где было очень тяжело. И очень много наших советских солдат положили там свою жизнь. Подвиг героев, доблестно защищавших Калужскую землю от врага, не забыт. Память о них почтили минутой молчания. А затем участники митинга возложили цветы к мемориальному комплексу. Для первоклассников школы номер один имени Станислава Шацкого состоялось мероприятие в Старом городе у памятника Журавли. Это место особенно дорого старогородцам. Все праздничные патриотические дни, как правило, мы проводим здесь, у памятного места в Обнинске, в Старом городе памятник Журавли. Когда-то здесь была братская могила. В 1972 году братскую могилу перенесли к вечному огню, вновь установленному. Но память осталась. Здесь кровь, здесь дух, здесь память умерших от ран, погибших воинов, которые защищали эти места, которые погибли за честь, славу и победу нашей Родины. Жители Старого города бережно ухаживали за памятником. И его возрождение имело для горожан особое значение. Именно тут изначально были похоронены погибшие советские солдаты. Мемориал привели в порядок в 2020 году. С тех пор здесь нередко проводят митинги для школьников, чтобы память о подвиге защитников Калужской земли продолжала жить. В 2024 году исполнилось бы ровно 100 лет обгинскому режиссеру Вере Бесковой. И уже это большое событие для культурной общественности Наукограда. Но так совпало, что театр, который Бескова учредила и в котором проработала всю жизнь, в этом году тоже отметит свой юбилей – 70 лет. Есть и еще одна круглая дата для театра. И об этом в следующем сюжете. Вера Петровна Бескова родилась 27 сентября 1924 года в Подмосковье. Училась в Горьковском театральном училище. Позже работала в городе Полярный и руководила местным драмкружком. Об этом можно прочесть в любой из десятков публикаций о Бесковой. Важно отметить основные моменты ее жизни – учеба, переезд в Обнинск, начало работы в театре, получение им звания народного. Но сегодня, в год ее векового юбилея, еще важнее то, что помнят о ней не только газетные страницы, но и живые люди, артисты и ее воспитанники. Для меня Вера Петровна особенный человек. Почему? Потому что я приехал сюда как молодой специалист и пришел в театр. И для меня Вера Петровна как родная мама. Вот. Почему? Потому что, в принципе, я сам воспитывался в школе-интернете. Вот. И вот такое, такая встреча с ней произошла, что мы сразу поняли, что мы родственные души. И до последнего, до последнего она меня очень любила. И я ей за это благодарен. И я счастлив, что в моей жизни вот был такой человек. У нас как-то с ней складывались такие взаимные отношения. Она даже иногда консультировалась со мной, говорила, как вот это пойдет, не пойдет, как лучше, может быть, так сделать эдак. И самое главное, что она прислушивалась к этому. То есть она вот в работе была не единовластной, хотя очень стержень в ней был очень мощный, глыба. Вера Петровна была, есть и будет для нас всем. Учителем, родным человеком, мамой для многих в нашем коллективе. Я думаю, что ни одна ей об этом скажет. И самое главное, что я хочу сказать, мне кажется, она стала матерью всех театров города Обнинска. Потому что, если б не театр Веры Петровны Бесковой, я думаю, что по-разному сложилась бы судьба всех наших театров, которые появились в городе, которые выросли на творчестве Веры Петровны Бесковой и которые сейчас составляют славу нашего города, нашего региона. Один из первых спектаклей, который Бескова поставила в Обнинске, стал победителем всесоюзного смотра народных театров. Его даже показывали по центральному телевидению. А тогда, в 1964 году, это было небывалым успехом. Надо понимать, каналов было всего два. Они, к слову, так и именовались – первая и вторая программы. Так матушка Кураж и ее дети прогремел на всю страну. Вера Петровна работала с людьми, которых сегодня в Обнинске зовут легендами. Это Юрий Даламанов и Аркадий Арзамасцев. О них самих можно рассказывать долго. Московский сценограф, художник и один из первых рокеров, бунтарь, композитор с неординарным взглядом на мир. От этого соавторства родился спектакль «Женитьба». Именно его решили вновь представить Обнинсом в честь юбилея Бесковой и ее театра. Режиссером этого спектакля буду я. И мы поставили перед собой задачу сохранить сценографию Юрия Даламанова, сохранить музыкальное оформление Аркадия Арзамасцева и ту атмосферу, и то решение пьесы, которое заложила Вера Петровна. Но так как у нас совершенно другие артисты во многих моментах играют, конечно, нам приходилось искать правду сегодняшнего дня в этой постановке. Поэтому это не калька, не копирка. Мы просто максимально свое почтение этим людям выражаем этим спектаклем. Мы максимально сохранили решение Веры Петровны, максимально сохранили сценографию и музыкальное оформление. Елена Черпакова стала режиссером Народного театра в мае 2018 года. Молодую женщину, хотя и знакомую, в театре принимали настороженно. Она и сама переживала. Все-таки груз ответственности не только за сцену, но и за наследие легендарной Бесковой. Ее ответственность, она чувствовалась с самого первого дня, и мне было страшно. Была ли у меня какая-то такая растерянность, неуверенность? Может быть, где-то и была. Но вот столько времени, сколько я нахожусь на своей должности, изучая специфику, как работала Вера Петровна, изучая ее подход к делу, мы не противоречим друг другу. Понимаете, тут произошло что-то волшебное. Вот ее представление о том, какой должен быть спектакль, какой должен быть театр в глобальном понимании. И мои представления, они совершенно идентичные. Театр живет привычной для себя жизнью. Сценарии, роли, бесконечные репетиции. Работа над костюмами и декорациями. Снова репетиции. Все, казалось бы, по-прежнему. Так же, как и при Бесковой. Но не совсем. Объяснить разницу сложно даже артистам, которые много лет служат в театре. Это все равно, на мой взгляд, два разных уже коллектива и два разных театра. Несмотря на то, что мы продолжаем называться Бесковцами. Изменилось, конечно, все изменилось. Сейчас много детей, которые, слава богу, развиваются на основе театра и впитывают творчество старших. У нас, конечно, был более такой взрослый театр. Режиссеры разные. Тут нельзя сравнивать. Режиссер у грядущего спектакля другой. Изменился и актерский состав. Но основа и дух постановки прежний. Это 10 лет тому назад мы с Верой Петровной. Этот спектакль шел на сцене городского дворца культуры. И мы играли в этом спектакле. Конечно, сейчас мы как бы... Но это будет другой спектакль. Потому что режиссер другой, актеры другие. Но, тем не менее, дух спектакля. Почему? Потому что музыка осталась, сценография осталась, художник Даламанов, композитор Арзамасцев. То есть мы как бы им благодарны, что вот так. Хотя их сейчас и нет с нами вместе, но память о них, для нас это очень важно. У Владимира Алексеевича Жарского в этом году тоже своеобразный юбилей. Ровно 50 лет, как он играет в театре Бесковой. Приехав в Обнинск как молодой специалист, он искал занятия по душе и нашел его во Дворце культуры. С тех пор ровно полвека его можно увидеть на сцене. Бескову он называет матушкой. Играет в разных спектаклях вместе с женой. Словом, театр для него – дело семейное. Вместе с труппой театра он готовится отмечать юбилей Веры Петровны. 27 сентября на стене дома, где много лет жила режиссер, откроют мемориальную доску. А затем в Музее истории Обнинска пройдет выставка, посвященная творческому пути Веры Бесковой и ее театру. Анна Шапошникова, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. В Обнинском музее открылась выставка к 120-летию Елизаветы Александровны Чернявской. Судьбу этой художницы не назовешь простой. В ней были и болезнь, и лагеря, и полуголодные годы. Все это нашло отражение в творчестве. История Елизаветы Чернявской тесно связана с Малоярославцем и Обнинском. Елизавета Чернявская происходит из дворянской семьи. Училась живописи в Москве в студии Павла Корина. Была вынуждена уехать в Австрию на лечение. Там художница продолжила образование, и там оставалась вплоть до окончания войны. В 1945 году, когда Вена была занята советскими войсками, Елизавету Чернявскую обвинили в измене родине. Она получила 10 лет лагерей, 5 лет ссылки в Красноярском крае. Даже в это время она не бросала творчества. На выставке представлена небольшая работа, написанная в 1949 году. В 1959 художница возвращается в Москву, но надолго не задерживается. Приходится уехать за 101-й километр. И так судьба приводит Чернявскую в Малоярославец. И здесь очень трудно, ей тоже пришлось. Угол снимала, и голодала практически. На картинах Чернявской очень часто встречается лук. И вот именно благодаря воде и луку, как сама Елизавета Александровна говорила, она вышла в лагерях, и затем и в Малоярославце тоже, благодаря тому, что витамины рука помогали ей. Вот она перенесла эти первые годы пребывания здесь. Это очень камерное искусство. Так сложилась ее жизнь. Она рассказывала, что до войны она писала в совсем другой манере. Большие работы, широкое письмо, темпераментное. А затем уже в силу того, что у нее просто средств не было на большие холсты, и не было в мастерской никакой, и она стала художником-миниатюристом во многом. Елизавета Александровна стала принимать участие в жизни художников Малоярославца и Обнинска. Часто бывала в старой мастерской на улице Шацкого. Общалась с Алексеем Тихоновым, Александром Шубиным, Владимиром Шахраем. 40 работ Чернявской хранится в Музее истории Обнинска. Художница сама подарила их. В 1969 году Елизавету Чернявскую принимают в Союз художников СССР. В 90-е годы она становится почетным гражданином Малоярославца. Значительная часть картин хранится в городском выставочном центре и музее 1812 года. Художница много писала по теме той войны. Писала пейзажи города, портреты жителей. Вот эта художница, которая очень тесно общалась с нашим музеем в 60-е, 80-е годы. И вообще, когда музей только создавался, и еще в старом городе по подвальным помещениям делалась первая экспозиция, Елизавета Александровна участвовала в оформлении этой экспозиции. Людмила Сорокина вспоминает о Елизавете Чернявской как о сильном человеке. Невзгоды, выпавшие на долю художницы, не сломали ее. Для заведующей выставочным отделом открытие – особенное событие. Первая ее самостоятельно подготовленная выставка была на 80-летний юбилей Елизаветы Александровны. Картины Елизаветы Чернявской можно посмотреть в Обнинском музее до 4 ноября. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Напомню, что все сюжеты мы также публикуем в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, на одноименном ютуб-канале и на других площадках в Рутубе, Дзене и Телеграме. Если у вас есть интересные темы для сюжетов, звоните по телефону, который сейчас видите на экране. А об интересных событиях в Наукограде и окрестностях смотрите в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До встречи!